Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Задание 27.26. Два поля имеют общую площадь 20 гектаров. С первого поля собрали 550 тонн картофеля. Со второго поля собрали 540 тонн картофеля. Сколько тонн картофеля собрали с одного гектара каждого поля, если с одного гектара первого поля собирали на 10 тонн меньше, чем с одного гектара второго поля? Тогда обозначим х количество тонн с одного гектара, которые были собраны на втором поле. Тогда для первого поля это будет х минус 10 тонн с одного гектара. Теперь нам известно суммарный размер обоих полей. Для первого поля, для того, чтобы определить его размер, давайте так запишем, размер первого поля. Если мы разделим 550 тонн и разделим на х минус 10, сколько тонн собрали с одного гектара, то получим гектары, то есть мы получим размер в первое поле. Теперь точно так же определим размер второго поля. Если мы 540 разделим на число тонн, которые собрали с каждого гектара, то мы получим гектары, размер второго поля. Суммарный размер, получается, этих двух полей равен 20 гектарам. Тогда мы можем составить уравнение. 550 разделить на х минус 10 и плюс 540 разделить на х, и это будет 20 гектаров. Мы получили уравнение, теперь нам нужно его решить. Для того, чтобы его решить, мы перенесем все в левую часть. Плюс 540 на х и минус 20. И справа у нас останется 0. Теперь приведем все к общему знаменателю. Общий знаменатель х умножить на х минус 10. Дополнительный множитель здесь х. Для второй дроби х минус 10. И для 20 будет х умножить на х минус 10. Тогда получается в числителе 550х плюс 540х минус 5400 минус 20х в квадрате и плюс 20х. плюс 200х плюс 200х плюс 200х. И все это будет равно 0. х не должно быть равно 0, х не должно быть равно 10. Так, теперь приравняем в числителе. В числителе у нас 550х плюс 540х. Это будет 1090х. Минус 5400 минус 20х в квадрате и плюс 200х. Все равно 0. Так, преобразовываем дальше. Минус 20х в квадрате. 1090х плюс 200х. Это получается плюс 1290х. И минус 5400. И все равно 0. Ну, здесь нам нужно будет разделить на минус 10. Получим 2х в квадрате минус 129. И плюс 540. Это все равно 0. Теперь решим это уравнение. х первое, второе будет равно минус бета плюс 129 плюс минус корень квадратный. 129 в квадрате минус 4а и с 540. И это все разделить на 4. Это будет равно 129 плюс минус под корнем у нас. Возведем в квадрат 129. Получим 16641. И минус 540 умножить на 8. Будет 4320. И разделить на 4. Это будет равно 129 плюс минус корень квадратный из 16641 минус 4320 будет равно 12321. И разделить на 4. А это будет равно 129 плюс минус, извлечем корень из этого числа, будет 111. И разделить на 4. Тогда х первое будет равно 129 плюс 111. Это будет 240. Разделить на 4. Это будет 60. А х второе будет равно 129 минус 111. Это будет 18 разделить на 4. Это будет 4 с половиной. Теперь давайте посмотрим. Ну, если х равно 60, то значит, со второго поля собирали 60 тонн с гектара, а с первого поля тогда х минус 10, тогда будет равно 50. 50 тонн с гектара. Если х равно 4 с половиной, то тогда со второго поля собирали 4,5 минус 10. И это будет отрицательное число. Ну, минус 5,5. Ну, получается, что не может быть отрицательным число тонн, которые собрали со второго поля. Ведь со второго поля собрали действительно 540 тонн. Поэтому это невозможно, чтобы такое число было. И у нас остается только один ответ. Давайте запишем ответ. В задаче спрашивается, сколько тонн картофеля собрали с одного гектара на каждом поле. И мы можем ответить, что это 50 тонн с гектара на первом поле и 60 тонн с одного гектара на втором поле. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!